Так, все, начинаем нашу лекцию. Слушайте, ну, наверное, надо поменяться с тем, кто в 99-й, потому что каждый раз такой ужас сделать, все настраивать, устанавливать, убирать, это просто повеситься. Так, значит, мы продолжаем наш курс методов трансляции. Начнем основной в прошлом раз на теореме про Элелия-1 грамматики. Давайте напомним формулировку теоремы грамматика Гамма Элелия-1, когда и только тогда, когда выполнено следование, что для любых двух правил за вальпу из аут бета, выполнено следующее, что либо, не либо, а во-первых, скоростат альпу перенесечь скоростат бета пункта, и во-вторых, если эпсент андже скоростат альпу, до ферста бета пересечь спалу от а. Так, я прошу кого-нибудь в группе, в классе читать чат и чай, если там будут вопросы, где проблемы транслировать, хотя бы раз в пять минут. Так, значит, что такое ферст, напомню, ферст — это то, с чего может начинаться то, что мы выводим из альфа, да, с какого терминала и эпсона, если из альфа можно вывести эпсона. Фалу — это то, что может идти после терминала а, если мы что-то выводим из нашего терминала s, и также пустая, если а может идти в конце, то доллар — специальный символ, а также еще мы считаем здесь и далее, что в грамматике нет бесполезных символов, то есть все терминалы достижимы и пара. Так, мы все время сформулировали, но не доказали в прошлый раз, давайте ее докажем. Ну, во-первых, ну, напомню, что такое LL1. LL1 означает, что мы всегда можем, зная первый символ того, с чего мы выводим, понять, что вы увидите в итоге. То есть если из s выводится у нас x, а, альфа, вот а — это первый нераскрытый, так, альфа у нас другая, но это си, си — это первый нераскрытый ни терминал, а, первый нераскрытый ни терминал, дальше отсюда мы раскрываем в а в гамму, да, x в гамму, да, x в гамму, и из s же мы выводим x, а это, дальше мы раскрываем x, дельта, это, дальше x, c — это сигма. И у нас здесь два таких вывода. И первый, вот очередной символ, c совпадает, либо все это пусто. Или второй вариант, просто x. То есть либо следующий символ совпадет, либо дальше мы пришли просто в гамму. То есть x вывели из а и всего, что просто в гамму. Вот в этих двух случаях в обоих, если вот есть два таких вывода, тогда гамма равна дельте. То есть есть ровно один способ, так и да. Мы знаем, знание следующего символа говорит нам, какое правило применим. Так, ну вот, мы развели там всякие теории first and follow на прошлой экзии. Соответственно, давайте ее применим. Как мы ее применим? Применим мы ее так. Теперь мы, собственно, это скажем. Значит, ну, в одну сторону. Смотрите, если... Давайте докажем, что если... Вот это выполнено, то грамматика или ледя. Ну, предположим, необходимость этих условий, да? Нет, достаточность этих условий. Если это, то грамматика или ледя. Ну, предположим, это выполнено. Давайте рассмотрим два таких вывода. Вот у нас есть гамма, вот у нас есть дельта. Значит, давайте посмотрим, откуда взялся этот символ С. Вариант номер один. Если он взялся из А, то есть вот А раскрылся в гамму, а потом раскрылся вот тут какой-то кусок, который включает этот символ С. Вот это то, что пришло из А. Тогда, ну, вот здесь он раскрылся из гаммы. Это значит, что С принадлежит first at гамму. Окей, дальше. Теперь здесь он откуда взялся. Ну, предположим, тоже из А. Тогда значит С принадлежит first at дельте. Но тогда, значит, их first пересекаются. Этого по условию не бывает. Значит, гамма равно дельте. Значит, одно и то же правило. Окей, если в одном из этих случаев, ну, например, вот здесь, first взялся, С взялся не из А, а С взялся из того, что из А мы вывели Эпсона, ну, вот, так сказать, из дельты вывели Эпсона. А С уже дальше из Эты получился. Тогда что? Тогда смотрим. Тогда мы можем так сделать. Мы можем вот это, вот С, вот это. Давайте не будем раскрывать А пока что, наоборот. Рассмотрим другой выбор. Давайте рассмотрим другой вывод. Давайте А не будем трогать, а раскроем вот эту Эту в С сигма, которая, по предположению, от нее работает. Тогда будет здесь Икс, А, С сигма. Значит, С принадлежит follow от А. С принадлежит follow от А. Получается, С принадлежит follow от А. Значит, дальше, С принадлежит first от гаммы. И раз из дельты мы вывели Эпсона, то Эпсона принадлежит first от дельты. Ну и резюмируем. Получаем то же противоречие. Получалось, что Эпсона first от дельты, а follow от А и first от гаммы пересекаем. Хорошо. Третий, последний случай. Если в обоих случаях мы здесь из гаммы, здесь из дельты вывели пустую строку, дальше тут С. Ну тогда просто Эпсона, значит, принадлежит одновременно first от гаммы и first от дельты, и first от гаммы и дельты не пустой. Не пустой множество. Содержит и топ, и другой снят Эпсона. Окей, значит, поэтому если тут вот не пусто, то все хорошо. Если тут в обоих случаях пусто, то тоже понятно. Значит, мы из вот этого хвоста, axi здесь, а это, вывели Эпсона. В частности, из А вывели Эпсона. В частности, из гаммы вывели Эпсона. И с дельты вывели Эпсона. Тоже Эпсона принадлежит обоим first. Они не пересекаются. То, наоборот, пересекаются, и это плохо. Окей, таким образом, достаточности этих условий, что грамматика была или или один, доказывала. То есть, если сусто выполняется, то грамматика или или один. Но это, на самом деле, очень логично, потому что именно смысл в том, что first, и это и есть ровно то, на что мы смотрим. Это вот символ c. Это тот символ, на который мы смотрим, чтобы принять решение, по какому правилу раскрыть. А first говорит, а какие символы могут быть первыми. Ну вот, это же прекрасно. Значит, если из разных правил разные символы могут быть первыми, то понятно, по какому правилу раскрыть. Логичнее в обратном состоянии, как мы сейчас увидим. Если у разных правил пересекаются first, то нельзя понять, по какому правилу раскрыть. Так, ну так. Мне нужен новый маркер. Этот маркер очень плохо пишет. Есть маркер? Есть маркер? Или? Ну или сходите. Ну, в 140-ую эриторию можно включить маркер. А, давайте. О! Так. Значит, теперь хорошо. Необходимость этих условий. Ну, она более-менее очевидна. Те же самые примерно рассуждения, те самые размахивания руками, что в предыдущей постановке, но про необходимость. Предположим, теперь, что грамматика LL1. Тогда, ну, пусть нарушается первое. Пусть C принадлежит first от α пересечь first от β. Тогда рассмотрим вывод. Ну, вот, поскольку A достижимый, то есть вывод из S получить что-то, потом A, потом какую-то хинь. отлично раскроем. А в α x α x α теперь раз C принадлежит first от α можно добиться, чтобы C был на первом месте в том, что мы вывели из α. x c α штрих си. Так, все здесь. Так, то же самое. Давайте раскроем β. x β к си. Прекрасно. Дальше что? x c β штрих си. Ну, получили как раз, что подходит вот под это определение грамматики, лель-1 грамматики, но α и β это разное. Типа, вот мы взяли два разных правила. Раз так, то значит, ну, плохо как бы надо. Грамматика не лель-1. Ну, дальше аналогично рассмотрим в случае, если ε одновременно к пересечению first, тогда все то же самое, но здесь вместо C α штрих, и здесь xc. и уже понятно, что дальше, чем там не закончилась бы история с кси, либо в ε превратятся, либо мы можем какой-то символ на первом месте пройдить с кси, и в любом случае он будет совпадать, либо будет просто грамматика не лель-1. Ну, и, наконец, если ε то есть first, альфу, и C принадлежит одновременно first, альфу, и фалу, альфу, что значит, здесь выведем просто кси, ну, давайте, раз C принадлежит фалу от а, давайте выведем вот именно сумку построения сделаем, в котором из вот рассмотрим вот построение, вот мы вывели а, а теперь из кси выведем x, A, C, вот это, да? Хорошо. Теперь, ну, не будем так делать, а выведем сначала из A, раскроем A по правилу в альфа, будет x, альфа, так си, дальше альфу превратим в ипси, он это можно сделать, а теперь мы знаем, что из кси можно с это сделать, давайте сделаем x, с это, с другой стороны мы можем отсюда пойти другой дорогой, получить x, B так си, а c принят так, first от бета, а c принят first от бета, пересечь полу атак, поэтому x, принят first от беты, значит, x, c, бета штрих си, ну и в общем вот, снова получили противоречия, ну, у нас снова есть два вывода, которые подходят по лет, которые запрещены, да? Здесь мы раскрыли альфу, здесь да. Таким образом, мы с вами получили на самом деле на базе теоремы и алгоритмов получения first и follow, по большому счету на такой конструктивный метод просто проверки. Мы можем решить, вообще говоря, такую задачу, нам на вход дана грамматика, контекстно-свободная, на выход мы выдаем, она является или л1, или нет. Но оказывается, на самом деле, что не просто мы можем выдавать на выход, является ли она или л1, а выдать на выход, грубо говоря, парсер, который эту грамматику будет парсить. То есть, l1 парсер для этой грамматики, чтобы, собственно, чему посещен наш курс генерации парсера, да? Соответственно, чтобы этот парсер сгенерировать, неплохо бы понять, как он должен вообще выглядеть. Хорошо, что грамматик или л1, но как выглядит парсер для грамматики вида или л1. Для грамматики вида или л1 есть два подхода к генерации парсеров. Подход номер один это рекурсивные парсеры и подход номер два это нерекурсивные парсеры. Давайте, по очереди рассмотрим. Начнем с рекурсивных парсеров. Итак, я не знаю, как бы, как сказал бы Рыжков, параграф 3. Рекурсивные парсеры. Так что, проблема с этой доской не только в том, что с ней перманентный маркинс, а с ней обычный не очень. Так, ладно, сейчас мы... Дезинфицируйте каждый раз. Дезинфицируйте? Так. Кажется, что тут эту тряпку уже так много видела черене, что ее надо уже дезинфицировать. Я полную. Да, это вот, ладно, вот, смотрите, на, чистый тряпк, хорошо. Так, значит, смотрите. Итак, рекурсивные парсеры. На самом деле, рекурсивные парсеры, тогда, слушай, можете вопрос, скажите? Итак, рекурсивные парсеры, это на самом деле те самые замечательные парсеры, которые вы всю жизнь пишете уже. Вспоминая... Пишем рекурсивные парсеры. Да, да, да. Вспоминая и курс Георгия Александровича Корнеева, и все остальные, как бы, курсы, которые вы с детства, как бы, не курсы, а просто с детства, вам надо высшить значение движения, вы пишете рекурсивный спуск, вам надо распарсить программу на C++, вы пишете рекурсивный спуск. Как работает, но сейчас, вы поймете, что на самом деле вы делали в этих ваших рекурсивных спусках. значит, как устроен рекурсивный спуск. Подождите, немножко опустим доску, так что-то выстрелать. Ой, как сложно. Значит, как устроен на самом деле парсер на базе рекурсивных Пусть у нас есть грамматика, которая является LL1. Давайте сделаем шаг первый. Построим ноистер first и follow для всех нетерминалов. Ну, после этого можно, кстати, убедиться, что на самом деле грамматика является LL1, проверив для нее условия из-за теоремы. После этого мы делаем следующее. Значит, А. Вот у нас есть нетерминалы. Давайте для каждого нетерминала напишем функцию. Эти функции будут взаимно рекурсивными, они будут вызывать друг друга. Как будет выглядеть функция для нетерминала А? Функция для нетерминала А. Кстати, вопрос распарсера. Что этот парсер-то будет делать? Поймем. что мы хотим от нашего парсера, что мы хотим, чтобы он делал. Давайте он будет строить дерево разбора. Это наиболее универсально. Если мы имеем дерево разбора в нашей грамматике, то дальше можно с этим деревом что хотим уже сделать, обойти его рекурсивно, посчитать что угодно, построить вывод. Согласитесь, дерево разбора максимально интересного. Пусть у нас будет дерево разбора. Так, давайте здесь. Это будет класс ноу, в котором будет храниться у нас элемент дерева нашего разбора, узел. У него будет children. Это будет у нас list модер. Ну и, собственно говоря, у нас будет, я не знаю, там оператор круглой скобки, который возвращает собственно что это за новое. Не важно, конструктор и проще. Это синтаксический мусор, мы оставим компилятору. Вы что, не компилятор? А, ну мы, конечно, почти компилятор, но не важно, не будем как бы разбираться. Пока. По смыслу понятно. Так, ааа, итак, соответственно, наша функция а, она не будет ничего принимать, а возвращать будет ноут. Три амон. Итак, ну давайте смотреть, как мы это все равно. Значит, мы воспользуемся, вот вы этот мем уже не поймете, потому что вы слишком молоды, и вы встречались на лекциях с Натаном Равчимом Шалутом. А так, как бы те, кто с ним с началом, они бы поняли мем. Мы воспользуемся тем, что называется switch-технология. Упа. А мы знаем, я играю, но мы уже начинали. А именно, мы напишем с вами switch. switch. значит, мы воспользуемся ноут, значит, вот у нас будет res, это будет new, no, 2. Вот это мы. Теперь нам надо найти свои детей. Для этого мы используем switch. Значит, давайте считать, что у нас есть какой-то контекст, в котором есть текущий токен. Токен это терминал. Это синоним для слова терминал, когда говорят академически о контексте свободных грамматиках, обычно используя термин сейчас обсудим чуть дальше, как это реализовать. Собственно говоря, подойдем уже к реализации второй лабораторной работы. Какой-то контекст, который нам дает текущий токен, вот он хранится в переменной токен. Мы вначале инициализировали, вот текущий токен у нас есть, и он хранится в этой переменной. Но можно, а еще можем перейти к следующему токену. Так что next токен, значит, пункта, который ничего не возвращает, переходит к следующему токену. Все это можем на него смотреть. Прекрасно, значит, ну вот у нас есть текущий токен, это вариант нашей работы нашего парсера, будет такой, текущий токен указывает на первый токен, который надо вывести из нашего текущего нетерминала. Соответственно, давайте даем свитч. Смотрим на текущий токен. Какие варианты? Значит, ну давайте посмотрим, что у нас вообще нетерминала А. Что из него можно вывести? Ну, предположим, у нас в нашей грамматике есть правила из А в альфа, из А в бета и так далее. Какие-то есть правила из А. Прекрасно. Значит, по какому правилу раскрыть? А, у нас же есть грамматика и лезь один. Поэтому мы знаем, что у нас first от альфа, бета и так далее не пересекается. Давайте посмотрим на… Давайте введем следующее вспомогательную функцию. Она будет называться first штрих. First штрих от альфа. Ну, она будет локальна для терминала А. И на самом деле это будет не функция. У нас не будет такой функции. Это будет метафункция, которую мы, когда мы пишем коды, будем ее мысленно себе представить. Это будет first от альфа минус эпсилон. Ну, потому что токен не может быть эпсилоном. Объединить с follow от а, если эпсилон принадлежит first от альфа. Это, собственно, на самом деле те множества, которые не пересекаются для разных правил чтения. Если вы вспомните теорему, то там как раз примерно вот такие множества у нас были, которые не пересекались для разных правил чтения. Вот. Соответственно, это те самые символы, по которым, если токен равен этому символу, то мы должны раскрыть метафункцию по правилу альфа. Ну, прекрасно. Смотрим. Если case, значит, вич, case. Case first штрих от альфа. Альфа может быть follow. Follow — это функция, которая не терминал принимает. Это то, что может после этого не терминала идти в правой части. Значит, давайте посмотрим на это еще раз. Если эпсилон принадлежит first от альфа, это означает, что из альфа можно породить эпсилон. Альфа-то откуда взялась? Да. Значит, что идет после? То, что может идти после а. Там, почему follow мы берем именно от а, а не от альфы или бета, или еще что-то? Во-первых, непонятно, как брать follow от строки, как мы поймем, что строка вообще может встретиться у нас. А во-вторых, еще более важно, нам не так важно, из кого получился эпсилон. Если он из альфы или из бета получился, какая разница нам главная. это как раз проблема для нас. Но важно, что они разные. Мы не знаем, почему раскрыть. То есть, мы получим разбор и первое разбор. Так, давайте мы продолжаем. Если у нас тоже 3 х альфы, то это значит, мы раскрываем альфа. Как же мы раскрываем альфа? Давай смотреть. Пусть альфа у нас равна какой-то последовательности символов. Допустим, x, y, c, z, d. Большими буквами я возначил не терминалы, а маленькими терминалами. Условный пример. Так, отлично. Теперь, значит, мы раскрыли. Давайте мы с вами смотреть. Вот мы делаем дерево разбора. Вот у него есть а наше. У него есть а наше. И вот мы его создали. Вот он ноут. Теперь мы хотим ему повесить самого левого сына. Ну, мы собираемся тут альфа повесить. Первый сын — это x. Не терминал. Откуда его взять? Давайте, значит, доведем на нее на c и вызовем, собственно, x. У нас же x не терминал. Каждому не терминалу у нас топотов на функция, которая возвращает дерево разбора. И вариант ее такой. Она, когда вызывается, токен указывает на первый символ, который будет выведен из этого не терминала. А выход, ну, мы еще до выхода не дошли, но когда мы дойдем до выхода, выход — это будет, токен будет указывать на первый символ после этого, после того строки, которая выведена из этого не терминала. Токен глобальный перемен. Токен глобальный… Ну, как, да, в контексте. В контексте хранится наше. Можно обойти… Ну, конечно, когда мы пишем олимпиадный, грубо говоря, код, да, который только по акции больше ничего не делает, то мы токен можем завести как глобальный перемен. Но вообще по жизни, конечно, токен не очень удобно хранить глобальный перемен. Надо завести переменную контекст, в ней хранить этот токен, и она. И в ней поддерживать как-то передвижение этого токена и так далее. Так, прекрасно. Теперь, ну, хорошо. Вот х читали. Теперь, ну, прекрасно. Значит, что это за тет? Тет нам вернули ноут, который под дерево х. Куда его деть? Надо к себе подвесить. Значит, у нас есть дети. Соответственно, red children as the dead. Ну, что? Теперь дальше что? На что сейчас указывает токен? Вот мы зашли в х, он указывал на первый токен х. Теперь он зашли, когда мы вышли из х, он указывает, что мы так что обсудили, на первый токен после х. Этот первый токен после х. Это как раз первый токен у. Прекрасно. Что нам теперь надо? Нам надо повесить а второго сына. Какой у него будет второй сын? у. Куда его взять? Вызвать функцию. Отлично. Переиспользуем переменную т, вызвать функцию у. Супер. Теперь, значит, добавляем себе сыну т. через Y. Супер. Что дальше? Дальше. Теперь токен указывает на первый символ после Y. А у нас правили теперь терминал внезапный, терминал C. Что делать с терминалом C? Да, смотрите. Теперь мы собираемся себе подвесить сына C. Это хорошая идея, но только если он там действительно есть. Соответственно, давайте значит, так. вторую доску помню, да? Так, за двух там. Нормально, там, смотрите, как раз пусто. Чего? Цветочек справа. Все, хорошее. А, это цветочек, еще переменную марку. Нормально, цветочек не повредит, как котики у Павла Юрьевича, только цветочек. Так, до кода мы можем поднимать доску, чтобы все еще было видно вот до сюда. Опускать. Так, смотрите, значит. Хорошо, продолжаем. Теперь у нас символ C. Мы хотим, чтобы совпал символ C. Для этого, ну, давайте, как бы проверим. Значит, ну, напишем пока говно-код, извините, asserted. Токен равен C. Конечно же, в идеале мы бы хотели, чтобы токен не был, ну, чтобы есть токен на токен не равен C, потому что это разумная ошибка, не просто мы упали с онтаймом. Надо написать там, что ожид... Ну, вот если вы запускаете старые компиляторы, которые не оптимизированы под то, чтобы выдавать Human Readable сообщения, то, типа, ожидалось точка запятой, а найден if, да? Вот это... Отсюда примерно берется. Он ожидает точка запятой, а найден if. Ну, тут можно этот не assert написать, а какой-то более... Хорошо. Предположим, assert не сработал, токен равен C. Тогда что делать? Во-первых, надо сына тебе сделать, да? Рез Child Add You Know От C. У нас появился сын C. Вон он там появился. Так. Теперь, значит, самое время перейти к следующему токену, потому что до этого вообще, говоря, у нас... Мы еще ожидали, что токен как-то меняется, вот даже до C уже дошел, но неясно было, как он это делает, где же. А вот оказывается вот здесь, когда мы, собственно, считали терминал, то и повесили, мы переходим к следующему токену. Теперь у нас на что указ токен? Вот сюда, да? Думаю, что без дополнительных комментариев мы напишем, что дальше происходит. Значит, теперь мы называем Z. После этого добавляем себе сыну. Вот. И теперь проверяем D. Добавляем себе сына. Переходим к следующему токену. Хотя у нас уже соблазн, когда мы добавили все последнего сына, D. Ничего больше не делать, сразу его вернуть и порадоваться. На самом деле нужно не забыть перейти к next токену, иначе тому, кто нас вызвал, мы подгадим, у него будет не сработанный вариант. Мы должны после себя оставить токен на следующей позиции после того, что мы считали. Теперь вот анти на считание и делаем return. Так, ну это я как бы на таком псевдопримере разобрал, но я думаю, что понятно, как это идет в общем случае. То есть для каждого нетерминала мы заводим функцию, которая будет возвращать под дерево разобранное этого нетерминала. эта функция будет, она будет, эти функции, они будут взаимно рекурсивными. То есть мы будем, они будут вызывать друг друга. Функция это делает так. Она создает ноут для своего узла. Сейчас я выводим терминал. После этого по всем правилам, ну я тут не дописал на самом деле, тут дальше будет что? Будет case first приход beta. И ну beta аналогично надо посмотреть, из каких символов она состоит. и написать ей код аналогичный alpha. Значит код для каждого случая, для каждой правой части выглядит таким образом. Мы по очереди рассматриваем все символы правой части. Если этот символ не терминал, то мы вызываем для него функцию, она возвращает нам под дерево для этого не терминала и перемещает текущий токен на первую позицию после этого интерминала, то есть первую позицию следующего. части нашей правой части. Добавляем все цены, переходим к следующему. Если этот токен терминал, если в смысле это правой части символ терминал, то мы сравниваем с ним токен, если не сошелся, то это ошибка, ну пока что мы просто кидаем рантайм, но понятно, что можно кинуть более интеллектуальный exception, создать exception, тут механизм exception как раз очень хорошо подходит. Создаем себя цена и переходим к следующему токену. так для всех и вот. Теперь вопросы, давайте. когда вызываем создание, то тоже кондиционеры включаются. Где, 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 где? Когда мы рекурсируем, здесь вызываемся, там функция x, она такая же функция, только x. Поэтому там токены будут двигаться вперед по необходимости. Так, вопрос? Все сработает, смотрите, как раскроется он веб-сен. Давайте, предположим, вот давайте рассмотрим, предположим, у нас вот бета-бета, было еще правило из А в эпсионе, да? И бета-экрас эпсиона, вот это бета. Как тут будет? Очень легко, вы не поверите. Мы просматриваем по очереди все правила правой части, ой, все символы правой части, их нет. Поэтому рассмотрели наше, будет недолгим. Рассмотрев систему правой части, мы сразу взберем рез. Пола упадет в хорш-штрих. Вот видите, смотрите, как шторш-штрих устроен. раз из, вот это бета, да, у нас, вот она, вот здесь, давайте бета, напишем, бета-бета, бета, да? Бета равна эпсиона, поэтому феррст от бета принадлежит эпсиона. Он не попадет в этот хорш-штрих, потому что витча по эпсионе не может быть, токен не может быть, эпсиона равен, да? Но, вот этот if выполнится, поэтому фалу от а попадет вот в этот хорш-штрих, и вот здесь он в этом кейсе будет. Может быть, да, поэтому, в частности, ну, что будет, если мы вызываем next-token, а строка кончилась? Ну, логично заинициализировать тогда долларом токен. Так и делают. Так, еще вопросы? Да. Множество, да. Ну, слушайте, ну, да. первые фэрш-штрих, первый фэрш-штрих, кейс-кейс-кейс, ну, и смотря, как у вас язык программированный. Все вот так вот, но... называется фэрш-штрих, он гарантирует, что множество этих не будет пересекаться. Нет, фэрш-штрих это не гарантирует, вот это, но... Так, сами фэрш-штрих не пересекаются, как раз. Сами First не пересекаются. И Epson в двух не лежит, раз First вообще не пересекается. И Follow не пересекается ни с кем другим, кроме, может быть, того, который вот так Epson. Так, давайте посмотрим в чате. 666 пропущенных кадров. Итак, давайте, значит, вообще говоря, вот поговорим об этом. Вот этот подход, он называется рекурсивный спуск. Вы, наверное, такую комбинацию слов слышали. Соответственно, почему рекурсивный, почему спуск? Ну, рекурсивный, потому что наши эти функции, они взаимно рекурсивные, они друг друга вызывают, и строится сам дерево. А почему спуск? Потому что мы спускаемся как бы по дереву, да? Мы начинаем с корня и добавляем листья, ну, ему детей. И на самом деле это похоже на неком смысле такой обход в глубину этого дерева. То есть мы создали A, здесь мы вызвали X, мы пошли в X, как бы рекурсивный. То есть мы обходим вот этот рекурсивный спуск, на самом деле, он обходит в глубину вот это неизвестное пока, вообще говоря, дерево разбора. Подумайте об этом. Он обходит его, строит его и параллельно обходит его в глубину. Именно ровно, в чистом виде обход в глубину. Если после этого запустить, вот если здесь печатать, если здесь печатать на входе в какую функцию мы входим, то последовательность, которая напечатает обход на рекурсивный спуск, и последовательность, если запустить потом обход в глубину этого дерева, и тоже так делать, и последовательность, которая напечатает обход в глубину этого дерева, она будет в точности совпадать. Можно входы-выходы даже записать, и они будут как раз ровно соответствовать. На самом деле рекурсивный спуск – это обход в глубину дерева разбора с параллельным его построением. Именно это влияет на то, почему этот метод так популярен для ручного построения небольших парсеров. Потому что это позволяет… Как можно было бы сделать? Можно обходить в глубину дерева, можно построить дерево разбора, точнее, а потом обойти его в глубину и что-нибудь посчитать по нему, например, значение выражения. Соответственно, при ручном построении, конечно же, довольно тупо делать это на две фазы. Гораздо удобнее сразу обойти в глубину и сразу посчитать. Поэтому, на самом деле, если нам это дерево не нужно в реальности, нам нужно сделать так, нужно его построить, а потом обойти его в глубину и что-нибудь на нем посчитать. То благодаря вот этому свойству рекурсивного спуска мы можем не строить его вообще, мы можем прям вот его мысленно строить внутри нашей программы и сразу делать то с ним, с гипотетическим этим деревом, что мы бы делали, обходя его в глубину. Но, с другой стороны, для автоматического построения генерации кодов, вход в глубину, что обходу на рекурсивный спуск, это плохой метод парсинга. И поэтому, когда вы сейчас будете выполнять второй, третий, четвертый лабораторный, второй лабораторный, вы, скорее всего, напишите рекурсивный спуск. Там методичка написано, построите, напишите или пусть в инстурус. А в этом есть какого стаи? Вон у нас нет. Вон у нас нет. Вон у нас нет. Вон у нас нет. Там еще есть пример, да, для правильных скобочных постановленностей. Я 10 лет назад написал эту инструкцию как лабораторный, но меня хватило только на вторую лабораторную. Но там подробно очень, прям как лучше в педвузах учат, наверное, писать методички. Прям написано, разобран, как полное выполнение лабораторной на примере искусственной грамматики правильных скобочных постановленностей. А как наставить на эту коробку? Пересмотрите просто первое видео, первое лекции, там все организационные вопросы сообщены. Там все нет. Сейчас мы можем начинать. Вы не можете сейчас формально говорить делать, потому что мы не изгенерировали варианты. Я думаю, что сейчас до конца этой недели, честно признаюсь, что я даже хочу разобраться с этими курсами по выбору, там всех раз дать, в списке преподавателям отдать, студентам, туда-сюда, чтобы уже этот процесс прошел, а потом я займусь своими курсами. Сейчас мы изгенерируем вам варианты для второй, третьей лабы, чтобы вы могли их делать, чтобы потом сдавать. Первый вроде запустил, Николай. Так, хорошо. Значит, так вот, для автоматической генерации пасторов неудобно использовать обход в глубину, точнее, почему? Потому что вот эти все конструкции, всякие new nodes, switch keys, return, assert и прочее, она как бы очень логична для человека, когда он пишет код руками. Но генерировать весь этот синтаксический мусор, это довольно тупо зачем? Ведь что это за код? Это фор на самом деле правой части правила. Так давайте, блин, этот фор правой части правила сделаем сразу внутри, а не будем генерировать вот этот фором код. Знаете, этот код сразу запускать, а не выводить его. Поэтому для автоматической генерации обычно используют нерекурсивный парсер. Мы с вами нерекурсивный парсер рассмотрим на следующей лекции, а на этой лекции сейчас, продолжение этой лекции, мы попробуем с вами взять, собственно, какую-нибудь конкретную грамматику, именно грамматику наших арифметических выражений, нашу любимую, и попробуем для нее сделать рекурсивный спуск. Ведь всем известно, что рекурсивный спуск можно считать значение выражения. Давайте попробуем взять. У нас сейчас идет неожиданный поворот. Пойлер. И все окажется так просто, как нам кажется. Так, ну давайте. Вот так. Будет сейчас у нас небольшой проблем. Я понимаю, что вы уже там даже на вашем Тюринга считали значение выражения, но так. Итак, значит, смотрите. Как у нас грамматика арифметических выражений? Е, Е плюс Т, Е, Т, 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 Ф, 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 Ф. Так, ну давайте. Значит, вот наше грамматическое арифметическое выражение. Выглядит вот так. Давайте в ней применим первый шаг нашего алгоритма. Построить нашу First и Follow. Мы, по-моему, делали уже на прошлой лекции, поэтому дать сразу результат выражение. Ну или давайте. Кинь. Да, если в этой конкретной грамматике с конца идти, то проходов меньше. Ну это, на самом деле, я думаю, часто так, когда грамматика логически сверху вниз разворачивается, потому что тогда, идя в ней с конца, вы как бы First поднимаете вверх. Так, ну значит, тут N и скобка, потом отсюда N и скобка, и отсюда N и скобка. Так, ну и Follow. Давайте сразу, значит, спойлер. Скобка доллар плюс, тут скобка доллар плюс умножить, скобка доллар плюс умножить. Так, ну давайте смотреть. Значит, возьмем первое, не терминал, а е. Вот мы хотим для него писать. Давайте посчитаем, у нас на First штрих от правых частей. Значит, е плюс t, значит, у нас будет, и t. N-скобка, N-скобка. Как говорится, очень жаль, вы проиграли. Потому что N-скобка, пересекать, короче, Феррестов правых частей, это неспроста. Ничего хорошего от этой грамматики никогда нельзя было даже исходно ожидать, что у нее все будет хорошо, потому что в ней, на самом деле, есть одна из двух наиболее часто встречающихся проблем, которые связаны с тем, что грамматики не являются или один. Эти проблемы не эксклюзивны, то есть могут быть и другие проблемы. Но давайте этот момент зафиксируем. Итак, значит, какая же проблема есть? В этой грамматики есть левая рекурсия. Смотрите, нет, нет. Есть еще один вид проблемы. Давайте эти обе проблемы сразу зафиксируем и расскажем, как с ним бороться. Итак, определение. Грамматика называется лево-рекурсивной. Если существует в ней такой не терминал A, то из него можно за один или более шагов вывести так, чтобы A снова оказался на первом месте. Грамматика называется... Грамматика называется... Говорят, что в грамматике есть правое ветвление. Если у грамматики есть правило из А в альфа-бета и из А в альфа-гамма, для некоторых бета не равны гамма. Ну, замечание-то, не знаю, теорема. Если в грамматике гамма есть левая рекурсия или в гамма есть правая ветвление, то грамматика не является LL1. Ну, и в частности, наше вот это грамматико-арихметическое выражение, которое написано как следствие, не является LL1. Почему она не является LL1? Что в ней есть левая рекурсия, то даже пришло далеко из семенада, и здесь сразу нет. Ну, давайте докажем эту теорему. На самом деле, более-менее очевидно. Вот здесь. Ну, и хорошо, правое ветвление. Есть правое ветвление, причем из альфа выводится не только epsilon. Понятно, если вот здесь из альфа выводится только epsilon, то тогда правое ветвление не мешает. Потому что, может быть, не мешает. Не обязательно мешает. Если из альфа здесь выводится только epsilon, то понятно, что, может быть, по первому символу бета или гамма можно различить. Но если из альфа не только epsilon выводится, то уже все. Что? Да, что есть два правила с общим префиксом, и этот префикс не только ε, правда. Так, ну давайте, значит, правое ветвление сразу очевидно. Если есть правое ветвление, то просто из альфа вводится какой-то x. Возьмем первый символ x, он принадлежит first и альфа-бета, и альфа-гамма. Поэтому грамматика не е-ля-ля-ди. С левой рекурсией, ну, тоже достаточно очевидно. Смотрите, вот рассмотрим. Следующее. Рассмотрим, вот пусть, поскольку а порождающий, то из а можно вывести какую-то строчку из символов x. Не равную. x прям вяжем символом. С другой стороны, поскольку есть левая рекурсия на порождение, то есть из а можно вывести а альфа. Давайте посмотрим два таких порождения. Вот выведем здесь какой-то x и дальше породим x. А вот здесь первый шаг, ну вот, точнее не так, давайте вот рассмотрим порождение x и порождение а альфы. Заметим, что они где-то разойдутся. Вот что-то идет, b, дальше тут какой-то тау, дальше вот кси тау и дальше x. Давайте получается. А здесь, когда получается альфа, вот рассмотрим вот это порождение. Вот первый момент, когда они разошлись, вот тут это тау и дальше а плюс, ой, а альфа. Ну, давайте посмотрим вот на это место. Заметим, что здесь, давайте теперь здесь вот из а породим x. Можем это сделать? Можем. И заметим, что вот и из этой породился на самом деле x. Ну, возможно, из этой породился конечно epsilon, но не важно, там опять нужно разобрать эти три случая, породился epsilon в одном случае, в другом или нет. Поверьте, не, или сами убедитесь, что во всех этих случаях там будет конфликт с тем, что грамматика или один. Ну, допустим, например, если ни из кси, ни из этой epsilon не породился, то тогда вот это значит, что первый символ x равен cх' равен cх' альфа. Значит, c принадлежит first от кси и c принадлежит first от этого. Ну, а там остальные случаи, если вдруг из-за кси породился, например, epsilon, то значит c принадлежит follow от b, потому что из tau значит породился этот c, и одновременно first от et. А если забой их epsilon породился, то у них epsilon, пересекается. Во всех случаях, короче, имеем противоречие с тем, с тем, что грамматикой или soluto, но интуитивно это даже можно понять. Вот смотрите, вот этот максимум n взялся вепсиум e. Откуда? Он из-за этого левого-репурсияного правила не мог взяться, потому что левого-репурсияного правила просто копирует first от e ve, first от e, ничего не меняет. Значит, он взялся откуда-то с другого места. Из какого? Это берем отсюда, из e в t, да? Но тогда глядя на ферст никогда нельзя понять. Надо еще раз применить лево-рекурсивное правило или уже это. Потому что ферсты точно будут пересекаться. Потому что весь ферст от Е есть лево-рекурсивное, а здесь нет. Окей, что же делать? Давайте рассмотрим устранение лево-рекурсии и устранение правого ветвления. Начнем с устранения правого ветвления. Итак, из-за у нас есть альфа-бета, из-за есть альфа-гамма. В чем наша проблема? Мы, глядя на первый символ вот этой штучки, С, ну и ферст от альфа-бета или ферст от альфа-гамма, мы должны уже понять сразу, будет бета или гамма. Давайте оттянем момент принятия решений до момента, когда мы, собственно, дойдем до этой беты или гаммы. Давайте преобразуем это следующим образом. Давайте сделаем правило из а в альфа-а-штрих, из а-штрих в беты и из а-штрих в гамма. Тогда никто не гарантирует, что это поможет. Но правит ли они устраниться? И если это была единственная причина нашей проблемы, ну, например, типичный пример – это if-then-else. Если у вас грамматика, то у вас statement – это if-condition, ну, then обычно нету, то блок 1. Или state – if-condition, то блок 1, else – блок 2. Вот это классический пример, где это обычно возникает правоведление. Вот тут как бы if-condition, то блок 1, он есть и есть, если есть – else, если нет – else. И мы вначале глядим, извините, на if-слово, не можем догадаться, там else будет или нет. Поэтому мы оттягиваем принятие решения о том, есть там else или нет, до момента, когда мы этот else будем смотреть. Поэтому мы говорим, что statement – это, значит, ну, вот if-condition, блок 1 – продолжение statement. А продолжение statement – это уже epson или else в логе 2. Понятно? Логика таких структур в диаре не возникает, и почему с ним можно обычно так побороться? Ну, другой разговор, что конкретно с if-н-else так просто обычно нельзя побороться, но не важно. Есть другие еще проблемы. То, что мы можем сейчас из-за шрифа сделать левостороннее и леворекурсию. Ну, леворекурсия – это уже вопрос, как бы это… Ну, вот тут не можем, например, тут либо 10, либо 10. Нет, еще раз, устранение правоветвления не всегда приводит к победе. Но часто бывает, что математическая грамматика так построена, что правоветвление возникло из-за того, что есть две конструкции, которые одинаково начинаются, и принять решение поначалу, какая из них на самом деле имеет место, просто нельзя. Тогда мы делаем именно то, что мы делаем. То есть мы делаем, оттягиваем принятие решения до момента, когда появится различие. Возможно, там в грамматике более глубокие проблемы в реальности, поэтому это не поможет сразу. Так, хорошо. Справа ветвления, короче, мы легко отделались, теперь устранение левой рекурсии. Там гораздо похуже, как бы, ситуация. Устранение левой рекурсии. Там есть два алгоритма. Точнее, алгоритмы, но они разные делают. Один из них – это сабрутин второго, под программой другого. Итак, как устроен алгоритм? Итак, устранение непосредственной левой рекурсии. Так, устранение непосредственной левой рекурсии. Устранение непосредственной левой рекурсии устроен следующим образом. Смотрите, значит, вот у нас есть в грамматике правила из а в альфа и из а в бета. Давайте посмотрим. Ну, реально может быть несколько лево-рекурсийных правил, несколько не лево-рекурсийных. Давайте, там из алгоритма будет понятно, как это сделать. Так, что у вас за проблема? Нормально? Точно? Уверены? Дерайте его простые, все хотят. Так, сейчас кроме про дезинфициру. Так, смотрите, значит, давайте посмотрим, как выглядят, собственно, деревья разбора в этой метафрагменте грамматики. Вот это а, где вот сколько-то раз применили лево-рекурсийные правила, сколько-то раз применили лево-рекурсийные правила, потом, наконец, не перестали применять. И понятное дело, что, глядя на вот эту бету, фиг знает, сколько раз там применили лево-рекурсийные правила. В этом одна проблема. Но давайте перепишем эту грамматику так. Во-первых, ясно, что дело кончится тем, что все начнется с бета. Давайте в эту выведем бету, а потом будем разбираться, что там дальше. Хорошо. Теперь альфа. Сколько это альфа? Сколько альфа? Давайте смотреть, сколько. Так, за штриха можно вывести, во-первых, альфу и может быть еще альфа. И за штриха можно вывести эпцентр. Соответственно, получается такая грамматика. У нее новое дерево разбора будет выглядеть так. Из а сразу мы получили бету, ну и дальше сколько-то альфа. Узнать, нужна нам еще одна альфа или нет. Как бы это гораздо легче, чем вначале провести, так сказать, сеанс медитации с нашей грамматикой и понять, сколько альфа здесь будет. Так. Ну да, тут может быть несколько. Например, а альфа или а гамма. Тогда здесь будет а штрих гамма а штрих. Тут может быть еще и зав бета, и зав дельта. Тогда здесь будет из а дельта а штрих. Для каждого лево-рекурсивного правила добавляем такое, для каждого не лево-рекурсивного правила добавляем вот такое, для каждого не лево-рекурсивного правила добавляем вот такое. Ну, она начнется с какого-то из не лево-рекурсивных правилов частей, и потом будет конкратенация какого-то количества правил лево-рекурсивных. В любом сочетании. Так, хорошо. Это непосредственный лево-рекурсивный. А что делать, если у нас не непосредственная рекурсия, если там, допустим, какая-нибудь такая сложная картина, из a в b в x, а из b в a в y, то есть за 2 шага, или за 3, или за 10 мы доходим до себя, это все равно имеет, вот из b в t, да, это все равно имеет проблему, потому что вот это first at t, он будет в b, значит будет в a, и поэтому вот здесь b не может принять решение, что ему сделать, прекращать или нет. Не непосредственно, левая рекурсия мешает. Тут, к сожалению, мерзкий алгоритм, давайте, конечно, его рассмотрим. Вроде там не нужен он ни в одной из лап, но, тем не менее, для полноты картины теоретической. Давайте добьемся следующего. Добьемся от грамматики в следующем слове, что если у нас есть правило из a, точнее, если просто не правило есть, а если за один или более шагов. Так, давайте занумеруем наши нетерминалы. Пусть они занумерованы, значит, a1, a2, далее aN. Давайте добьемся того, чтобы если из a и того можно было получить за один или более шагов, что на первом месте в нашем текущем слове стоит нетерминал, а житое, то жи больше и. Такой топ-сорт сделаем. Преобразуем нашу грамматику, чтобы был такой топ-сорт. Из-за этого автоматически следует, что не будет левой рекурсии. Потому что левая рекурсия означает, что жи равно ей как раз, а такого не будет. Установка. Задача я знаю. Давайте делать. Начнем с a1. Из a1 плохо, только если a1 можно получить на первом месте. Давайте, значит, мы будем постепенно делать. Значит, смотрите, значит, форм е от единицы до n. Значит, вот берем наше, ну вот a1 вначале берем. Из него есть непосредственная рекурсия. Устраняем a, и, т, а, и, т, альфа. Устраняем непосредственную левую рекурсию из нетерминала a, и. Ну, на первом шаге будет из-за первого. Давайте пойдем по этому алгоритму. Вот мы устранили левую рекурсию из-за первого. Теперь из-за первого за один шаг можно получить на первом месте только что-то большее или равное a1. Больше a1 или терминал. Из других пока неизвестно. Из других может быть и больше. Из других может быть и меньше, и в части a1. Давайте добьемся, чтобы a1 не появлялся на первых местах из других нетерминалов никогда. Для этого сделаем следующее. For g от 2, ну, от i плюс 1 до n. Смотрим. Если у нас есть правило из ажи, т, а, и, т, бета, вот, а, и, т на первом месте включается, то заменим его на правила, и для всех правил из аитоя в гамма добавим в нашу грамматику правила ажитое в гамма бета. А гамма уже не может начинаться с аитого, потому что из аитоя аитоя альфа мы все убрали. Таких правил нет. Дальше и меньше их не будет. Пока рассматриваем i равное 1. На первом шаге вот здесь i равно 1, поэтому после этого гамма начинается либо с большего нетерминала, либо с терминала. Поэтому она исчезнет. И после этого удаляем правило ажитое, аитое, бета. После такого прохода у нас, за исключением случая, что гамма равна и все, но все будет хорошо. Для грамматик с ипсионом правилами там, к сожалению, все так просто. У нас сначала устранить ипсионом правила, а потом сделать вот эту левую рекурсию. Ну вот такой, короче, алгоритм. Поскольку он не очень важен для нас в практическом смысле, да, он не правится, то давайте, как бы, вот зафиксируем, что он есть. Но нам более важен алгоритм, которая непосредственно левая рекурсия. Давайте его применять. Так, ну давайте применим вот эту грамматику и устраним из нее левую рекурсию. Так, ну, в топ нельзя, в топ потом. Понимаете, в топ можно, в топ, в топ. Почему, когда мы стояем по двойку, что-то сопряжается. Да, давайте смотреть. Значит, вот здесь у нас мы добавляем, вот у нас инвариант такой, инвариант. Значит, что если к меньше и, я кт, правило есть в бету. Бета первое равно АЛТ, тогда Л больше К. Из тех уже все хорошо, да? А если К больше равно И, и АКТ в бету, бета первое равно АЛТ, тогда Л больше или равно И. То есть у нас из тех на меньшее, чем И, тоже ничего не начинает. После вот этого шага И становится для К меньшего равного И вот этого. А после вот этого шага для К большего И, получается вот здесь больше И плюс 1. Там добавляются новые и не терминалы, но при установлении левой рекурсии, но они, с них ничего не начинается, они только после правых частей встают. Они в конце, поэтому они на первых позициях вообще не встречаются, поэтому на них пофиг. Кроме, если это есть ипсион правило, да, ипсион правило нужно убрать. Этот алгоритм, вот этот, применим только если нет ипсион правил. Непосредственно в рекурсии можно удалить, ипсион правило не мешают, а вот здесь надо ипсион нацепные правила удалить, иначе там может зациклиться. Ну не зациклиться, а испортиться. Все правила из Аитова. Просто все правила из Аитова. Вот все правила из Аитова, которые есть. Везде. Вот здесь мы Аитая на первом месте просто заменяем на все правые части из него, чтобы избавиться от двух. Так, давайте берем нашу грамматику, устраняем. Непосредственно левый рекурсии. Что получаем? Вот Е. Е левый рекурсионный терминал. Устраняем, получаем из Е, Т, Е штрих. Вот бета это Е, Т. Тогда эти непосредственные устранения. Напомним алгоритм. Значит, из А Альфа из А в бета становится из А в бета А штрих. Из А штрих в Альфа А штрих из А штрих в Эпсион. Вот смотрите, как легко видеть здесь, да? Если Альфа, бета, оба не Эпсионы, то А штрих не будет на первой приставке. Поэтому он вообще никак не повлияет там на данный момент. Так, значит, и... Так, это вот мно правило, теперь из А штриха. Из Е штриха плюс Т Е штрих и из Е штриха в Эпсион. Аналогично из Т в Эф Т штрих, из Т штрих умножить на Эф Т штрих и из Т штриха в Эпсион. Так, ну из бета, все хорошо, нет у него Эпсионы, правило. Значит, смотрите. У этого, вот, в новой грамматике даже есть тоже логика, что такое выражение. Это слагаемый, дальше произведет продолжение выражения. Как мы это продолжение выражаем? Либо оно может закончиться, ну, либо там еще прибавилось слагаемый, и дальше может быть еще продолжение выражения. Так, ну давайте для новых, значит, терминалов, новых не терминалов, точнее, посчитаем наши феррорские фауны. Так, почему, господи, что-то криво. Значит, смотрите, феррорс, ну давайте снизу вертит тип, чтобы мы знаем, что это будет выгодно. Так, Т-штриха Эпсилон, Т-штриха умножить, УТ-штриха скобка М, УЕ-штриха Эпсилон, УЕ-штриха плюс, УЕ-штриха скобка М. Смотрите, еще раз. Неплохой получил. Ну, и я думаю, легко видеть, что ничего нового не добавится при втором проходе, но мысленно можем вас совершить и убедить. Теперь фауну. Фауну более мерзко. Рень, чтобы ее считать руками. Ну, давайте посчитаем. Идем по первому правилу. После Т-штриха... А, ну, начинаем, что УЕ-доллар есть, да? После Т-штриха, Е-штрих, можно сказать, с плюса, и с Эпсилона. Поэтому фауну от Е копируется... Так, да, фауну от Е копируется фауну от Т-доллар. Дальше, здесь после Е-штриха Эпсилон, то там доллар сюда копируется. После, тут ничего нового, тут ничего нового. Тут после Эпт-штрих, поэтому фауну... Фауну... Фауну от Т-штриха, то есть умножить, как я делаю, Эпсилон. И поскольку Эпсилон там есть, то фауну от Т сюда тоже копируется. Фауну от Т-штрих, копируется фауну от Т. Доллар. Тут тоже ничего нового, тут ничего нового, тут фауну от Едет скобка, ну и дальше нам всем тут копируется. Так, я понимаю, что вы, может быть, удивлены, что я так быстро посчитал, но просто, во-первых, знаю, какой-то ответ. Во-вторых, я этот алгоритм уже 15 лет рассказываю. Мы обязательно на одной из следующих пар, пока будем настраивать видео, кого-нибудь вызовем к доске, я придумал. И заставим его посчитать чем-нибудь. То есть выгодно приходить? Выгодно приходить, потому что так ты разберешься, а если не придешь, не разберешься. Я думаю, что... Так, хорошо, значит, ну и теперь у нас все хорошо с нашей, значит, грамматикой. Нету в ней больше ни левой рекурсии, ну нету конфликтов по ферстам. Вот смотрите, вот здесь, например, если ферст плюс Т-штрих, то есть плюс, то все хорошо, если палу от Т-штрих, то есть доллар или скобка, то второе правило аналогично здесь. Если умножить, то умножить на Т-штрих, а если палу от Т-штрих, то есть плюс доллар, скобка. То вот то правило. Ну, смотрите, давайте быстренько мы долго настраиваем трансляцию, поэтому давайте быстренько все-таки закончим сегодняшнюю лекцию логически, посмотрим, как выглядит у нас прекурсивный спуск. Кого? Ну и что, а где у нас есть место, где правило начинается одно с Е, другое с Т? Смотрите, вот для Е пишем, например, Е. Соответственно, Е, ну вот результат, это у нас новая new, но он от Е. Дальше у нас Е всегда расходится в Т-штрих. Соответственно, давайте, значит, res add the child, значит, Т, вот мы всегда вызываем Т. Потом res add the child, Е-штрих. Значит, на самом деле это не совсем правильно, так не надо писать, вот как я написал, потому что мы игнорируем ошибки, мы как бы их внизу, ниже, типа, считаем, что распознаем. Можно так не делать, не игнорировать ошибки, а написать что-то по свитчу, нет? Тогда будет как свитч, токен, смотрим на токен. Значит, если токен first от Т-штрих, first от Т-штрих, это скобка и n, скобка и n. Тогда делаем, значит, соответственно, Т равно Т, res, добавляем ребенка Т. Смотрите, поскольку тут терминалов никаких нет, то не нужно ничего проверять. Все сверки терминалов пройдут внутри. Значит, и перевещение токенов тоже. Значит, если токен другой любой, то ошибка unexpected, да? Unexpected токен. Ну или можно более подробно писать. Ожидалось скобка или число, а найдено там что-нибудь другое, запятая. Так, теперь E-штрих. Как E-штрих будет выглядеть? Вот у E-штриха уже есть выбор. Какой выбор, значит? Ну, давайте смотреть. У нас свитч токен. У нас два правила, если 2-штриха. Плюс Т-штрих или эпсцент. Плюс Т-штрих, там ферр штрих от плюс Т-штрих. Это плюс, как раз. Там эпсцент никак не задействует. Просто берем наш плюс. Соответственно, по плюсу у нас должно быть что? Мы пропускаем плюс, да? Ну, не пропускаем, точнее, делаем его нашим сыном. Значит, ну вот это бессмысленное, опять же, бессмысленное действие, потому что ясное дело, что если мы здесь, то токен равен плюсу. Почему он еще будет нравен? Мы по свитчу только что сюда вошли. Ясно, что тут можно некоторые сделать не асимпетические оптимизации, но... Так, плюс. Так, теперь Т равно токен. Ну, добавляем его нам сыну, да? Реакция. Чайлд. Плюс. Теперь, что мы еще там делаем? Что мы делаем? Нет, сначала next токен мы делаем. Плюс-то мы посмотрели на него, должны пропустить. Теперь вот мы делаем плюс Те-штрих. Соответственно, Т равно Т, добавить его там Т равно Е-штрих. Добавить. Так, и возвращаем рез. Это первый случай. Если Е-штрих рас... Плюс. То есть если выражение продолжается. Теперь если выражение не продолжается, закончилось, мы хотим по Эпсону. Это фалу от Е-штрих. Которая содержит наш доллар и скобку. Соответственно, по доллару и скобки мы раскрыть должны в Эпсону. Но в Эпсону раскрыть много мони надо. Просто возвращаем рез. Ну и аналогично делаем для Те, для Т-штрих и для Эпсону. Если вы на этот код сейчас посмотрите, давайте повыше подниму, то вы увидите, что на самом деле он не... Вообще-то, когда мы выражение считали, арифметически в детстве, то мы делали не так. У нас там был какой-то вайл и тому подобное. В следующей серии мы посмотрим, как нам чуть-чуть уменьшить boilerplate code наш. Вот это... И вот это раскрытие непосредственно рекурсии прям загнать внутрь нашего рекурсионного спуска. А также посмотрим, как нам сделать нерекурсивную реализацию нисходящего разбора. Ну и я думаю, что к следующему разу мы заодно подгоним уже варианты по нашей второй и третьей лабораторной, чтобы вы могли начать их делать. Если у вас будут возникать вопросы, то я тоже не буду отвечать. Извините за задержку с началом лекции. Продолжим через неделю. Я надеюсь, вы пооперативнее, либо мы, может быть, я поменяю с 99-й дизори, там все накроено, он туда пришел, нажал кнопку и трансферс начинает. Может быть, не так дал. Да? Еще есть общий вопрос задавали там в чате. Вот. Про прелабораторную. Достаточно... Я напишу точные критерии, но там она на три недели. Леха еще одна не прошла. Решайте. Не все так сложно. Кроме последней задачи, там ничего страшно. Последней нет. А там может быть помнить переменные. Третья. Третья. Продолжение следует...